Привет! Эй, отриборн. Давненько у Гингема не выходило новых видосов, наконец-таки появилось что-то новенькое. Ролик называется «18 безумных деталей в Red Dead Redemption 2». Я только не понимаю, о каких безумных деталях идёт речь, потому что в Red Dead Redemption я никогда не играл ни в первую, ни во вторую, и у меня, в принципе, нет вообще никакого желания. Если GTA мне, в принципе, нравится, потому что сеттинг интересный для меня, ну, как бы, наше время, вся дела, там, воры и так далее, то Дикий Запад как-то, я не знаю, у меня не очень, как-то заходит, нет, в принципе, в кино я могу посмотреть, но вот когда я посмотрел геймплей Red Dead Redemption, там что-то как-то слишком долго, слишком тягуче, слишком так, как бы сказать, умеретворённо, может быть, не знаю, это как-то не моё. Но от Кингема ролик посмотреть, естественно, я очень сильно хочу, потому что уверен, что получится офигенно, как бы, у него все ролики классные и смешные. Правда, прежде чем начать это делать, не забывайте подписываться на Телеграм-канал, на Троу и на группу ВКонтакте, ссылки все будут в описании, обязательно это сделать, это надо сделать прямо вот сейчас, если вы ещё не подписаны на все эти три платформы, обязательно подпишитесь, буду вам благодарен. Теперь погнали, посмотрим ролик, думаю, будет что-то интересненькое, поехали! Red Dead Redemption 2, играть где можно у коня. А где многие? Есть машины! Какие машины, там нет машин? Строить блоками! О, нифига себе, это уже Майнкрафт. Смотрись на размер яичек у коня! Всё, я теперь знаю, какая у меня есть причина, чтобы скачать Red Dead Redemption, буду рассматривать яички коня. А член тоже увижу. И в которой куча безумных деталей! Интересно. Это всё ложь, ну кроме последних. И если вам любопытно, каким образом игра про ковбоев и лошадок по-прежнему не теряет популярность. Да, почему-то по-моему уже теряют, мне кажется, по крайней мере так, потому что где-то я слышал то, что онлайн в Red Dead Redemption 2 абсолютно хреновый, и там очень мало людей в неё играет. GTA до сих пор не теряет. То давайте взглянем на её безумные детали! Давай! Если вы будете вести себя как токсичный придурок внутри лагеря, и единственное, что будете делать, это унижать и оскорблять всех вокруг, Is that perfume you're wearing, or did a cat piss him? Ха-ха-ха! Какой-то он злой, слышь! Интересно, это он сам говорит, когда подходит, или нужно выбирать какую-нибудь кнопочку, чтобы оскорбить женщину? То рано или поздно терпение у кого-то может закончиться! Так... И вас просто вырубят! Ха! That's enough! Серьёзно, с одного удара он упал? Такой вроде крутой мужик, типа, да, на всех выделывается, всех оскорбляет, но к нему подошёл какой-то чел, просто ударил его разочек, он сразу вырубился. Вот лошара! А спустя время вы очнётесь в грязи далеко от лагеря. Теперь на тебя как будто кошки посадят. А по возвращению, NPC будут спрашивать вас, усвоили ли вы урок? Конечно усвоил, сейчас буду вас теперь оскорблять ещё больше. Как многие знают, в игре есть текст о чешуистов. Но для тех, кто не в тиме, объясню двух словах. В самом демсе, вы можете встретить мужчину, который будет втирать вам про апокалипсис. И как вера в чешуистов спасёт этот мир. Чё за чешуисты? Кто это такие? Типа, ты в чешуйки веришь или чё? Веры в рыбы? Далее, если вы отправитесь на гору неподалёку от Мустан-понг, то на горе встретите их обряд, который заканчивается их полётом с горы с криком Челония. Эээ, это какая-то странная фигня, они чё, сами выпилились? АЛОНИЯ! АЛОНИЯ! И вот тут спрятана сумасшедшая деталь. Ну-ка. Если вы прыгнете вслед за этими чудилами, Тоже скажет Челония? Тогда Артур как и члены секты крикнет, Челония! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Интересно. Так-так-так-так-так-так-так, Целония! Прикол. Ха-ха, какой в этом, правда, смысл, немного непонятно, хе-хе-хе-хе. Ладно, он хотя бы выживет. Верен, это ни для кого не секрет, что в начале игры выиграете за Артура, потом он умирает и выиграете за Джона Марстона. Да у меня секрет, я думал, там только один. Так вот, когда в игре вы находите новые объекты, то персонажи рисуют у себя в дневнике на память. И вот один из игроков заметил, что Артур рисует гораздо лучше и детальнее, чем... Намного! Капец, намного лучше, слушай. А пишет хуже, мне кажется. Крайне занудная деталь, однако под вечер, когда все ложатся спать, а вы как зануда зайдёте кому-то в шатёр и будете стоять там неподвижно, то NPC вас просто прогонят. Ну-ка, ну-ка. Задолбал! Дай поспать нормально, я стесняюсь. И закрылся. А если будете пялиться на чью-то жену, то тем более. Кстати, ещё одна мини-деталь. Ни в коем случае не будете людей рано утром. В это время они супер-агрессивные. Ой, 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 ой. Здесь я его пинал, бля, несколько раз, и с ним ничего не случилось. А там чувак с одного удара его в урду. Про эту деталь я узнал с канала GameBest. Если вы будете гоняться за кроликом от 10 до 15 минут реального времени, Микту-кролик спрячется в норку. Ой. И так с абсолютно лю... А, такая милота. А если его доню? Любым кроликом в игре? Такая прелесть. Я уже снимал ТикТок, и подписчики из ТТ спрашивали, что будет, если закинуть туда динамит. Ну-ка, я на всякий случай осуждаю данный эксперимент. Ну-ка, ну я его проведу, да? Это ради интереса. Ну-ка. Так, взорвался, аж с кроликом. А что-то мне подсказывает, что этого кролика мы уже точно не увидим. Сто процентов, а он так раз выглазывает из другой этой морги. В лесу можно найти ядовитые растения для крафта ядовитых стрел и ножей. Прикольно. Как, если вы удумаете их схавать, то персонажа начнёт тошнить. Хотя хорошо, что не сдохнет. Эээ, какая мерзость. Он как будто траву ел, смотрите, весь зелёный, блевотина. О, отвратительно. Если закинуть труп в реку, то рано или поздно арригатор его утащит в воду. Серьёзно? Дичь. Ой, дичь. Ну а если вы тоже цените детали в играх, то он в Нуас Хард. Ой, это у нас это уже как-то рекламочка. Ну-ка, 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 ну-ка. Я даже не знаю, что за игра такая. Что за игра? Похоже очень на геншин. Писание. Эту деталь можно увидеть с помощью мода на фрикамеру. Во время того, как персонаж пьёт, у него реально двигаются коды. О, прикольно. Это прикольно, слушай. Только, правда, странно, как-то двигаются. Городи звезды видны не так хорошо, как в деревне. Блин, всё красиво. Стоп, а почему в реальной жизни тоже так? Эм, так, сейчас. Потому что, как бы, наверное, эти чищи природы, не знаю. Эти пыли больше, чем в деревне. И эти частицы рассеивают огни города, что делает небо более светлым. На светлом небе сложнее увидеть звёзды. Нифига себе, не знал об этом. Интересно. Теперь понятно. Это чуток жестокая деталь, про которую я уже делал шортс. Если ходить с разными трупами животных... Да какая-то большая киса. Это кто-то такая, такая милая. ... рядом с другими NPC, то они будут возмущаться в зависимости от того, какое у вас животное. Прикиньте, он на себя, блин, возьмёт медведя, положит и с ним пойдёт. Если у вас скунс, будут говорить про скунса. Ну, если у тебя скунс, все будут говорить про скунса, потому что он будет вонять. Ладно, я, конечно, знаю то, что скунс не всегда воняет, а только когда выпускает свои газы. Эта чёртова штука воняет хуже, чем ты. Если у вас будет оленя. Теперь ты тоже будешь так же вонять. Про оленя. На минутку. Блин, оленя же тяжёлые. Выгре более двухсот видов животных. Нифига себе, дофига. Благодаря Валере многие про это знают. Но в любом случае, эта деталь заслуживает упоминания. Совместно с прохождением меняется карта игры. Кто-то построит дом. А, он имеет в виду ландшафт. Где-то появятся новые здания, где-то проложат рельсы. Это на самом деле прям интересно. А где-то даже срубят целый лес. Нету на вас зелёных, слушайте, да? Про эту деталь я узнал у геймертека. Один из лучших каналов про Red Dead Redemption 2. Чувак делает ролики чисто по Red Dead Redemption 2. И у него 800 тысяч подписчиков. Большая лошадь перепрыгивает большее расстояние, чем маленькая лошадь. Да ладно. А, так это не лошадь, по-моему, это же... Это осёл. Это как бы логично было. Бедный лошадь. Собака, которых вы будете гладить и хвалить, при следующей встрече придут к вам за очередной порцией внимания. Ооо, это какая прелесть. Это бля, пастом. Для этой детали я потратил минут 20, но оно того стоило. Если следить за NPC, который обедает в ресторане, то можно заметить, что он реально доедает до конца свою еду. А если он не хочет есть, тоже будет доедать до конца? Я, к слову, хз, что он ест, но пока я смотрел на него, я реально проголодался. Понимаю. Я вот только что покушал, но всё равно ездил. Кошути, банальная деталь, но я как-то не обращал на неё внимания. Если использовать камеру игры, то можно заметить, что у лошадей есть подковы. Было бы странно, если бы их не было, они бы ноги себе, блин, встоптали. А, как и полагаются. Однако, если вы оседлаете диких лошадей, то, само собой, подковы у них не будет. Ну, всё так понятно. Для этой детали я снова... Откуда у диких лошадей будут подковы? Наверное, сами себе сделали эти, как у кузни, и начинают себе подковы, блин, ковать постоянно. Я буду её займут на свободную камеру, но на этот раз мы будем смотреть... Для этой детали я снова буду её займут на свободную камеру, но на этот раз мы будем смотреть, как белка реально ест орехи. А теперь вы понимаете, почему GTA 6 ещё очень долго не выйдет. Потому что она будет такая же крутая? Ну, типа имеется в виду проработанная. Для тех, кто не в теме, этот зверёк... Ой, он такой хороший. Который чем-то похож на енота. Какие они классные. Но обладает странной защитной реакцией. Какой? Умирает? Если противник больше него самого, то он притворяется мёртвым. И это... Он реально выглядит как мёртвый. Может занять от нескольких минут до шести часов. Офигеть. А если я буду шесть часов его держать у себя в руке, и он, типа, такой оживёт? Такой... Чувак! Есть прикольный, я устал! То же самое. Если подойти к нему близко, то он иногда притворяется пару игровых минут. А иногда пару игровых часов, пока вы не отойдёте. Если бухать и устраивать перестрелку одновременно, то когда вы набухаетесь до такой степени, что моментально уснёте, то в итоге вы проснётесь в тюрьме. Прикольно. Это тоже классная деталь на самом деле. Хорошо, что ненавиделицы, да? И как оттуда выбираться потом? Думаю, так или иначе, вы в курсе, что можно пойти в цирк или в театр? Ну, если вы будете оскорблять артистов во время выступлений. Ну, нафига я себе это вообще делать? Если кто-то делает из вас, то вы конченые. Не надо. Нет, то они из-за волнения провалят всё выступление. Ой, обидно. Сейчас по голове ударит. Так, мне аж страшно. Ой. Нифига себе он страшный. Ну, а нифига оскорблять людей. Зачем? Ну, что здесь должен был бегать вообще? Он его просто ударил. Сломал себе руку? Что? На! Отомстил! Нифига себе. Так он даже не оскорбляет её пока что. Или он типа оскорбил за кадром? А, вот. Оскорбил. Ой. Ха-ха-ха-ха! Человека поджёг! Подожгла! Ха-ха-ха! Куда ты побежала? В аду! В воду давай! Охренеть! Он обещал поймать пулю. Бедняга! Ты же не поймал! Лови, да? Бедняга! Чё-то мне его пипец жалко. Бедные кокушки! Как многие знают, либо слышали об этом, алкоголь крайне колоритный продукт. Ну да, колоритный. Колоритный. Если вы будете очень много пить, то вскоре растолстите. Прикол. Типа бухает, но не ест, да? Если продрявить бак с керосином, то с него будет стечь керосин. Но, но, в отличие от GTA 5, где жидкость разливается не больше, чем на 5 метрах, А почему так мало? То в RDR2 она разливается до 40 метров. Чё-то всё равно мало. Ну и, конечно, грех её не поджечь. Хорош! Ой, такой красивый синий огонёк. Да куда ты идёшь? Она сейчас взорвётся. А чё он остановился, кстати? Зачем? Везде он, кстати, клоун шёл. Классно. Блин, бедный лошадь. Если взорвать динамит, то камни физично спустятся вниз. Я попробовал на них прокатиться, как я делал это с капотом в GTA 5. Ха-ха-ха-ха. И, грубо говоря, это тут тоже работает. Прикол. Для тех, кто не в теме, заранее поясню, что рядом с заводами большинство водоёмов отравлены. Почему? А, в смысле, почему? Конечно, понятно. Так что, если вы поймаете в ней рыбу, сесть её вы не сможете. Жалко. Нет, на самом деле не жалко. Но рыбу жалко. Она тоже отравлена. Мердос. Огромное вам спасибо за просмотр. Офигенный ролик. Надеюсь, вам понравилось. Если вы знаете какие-то крутые детали... Ролик получился очень интересным, потому что я, например, в RDR никогда не играл. И все вот эти вот детали для меня были в новинку. Некоторые, конечно, они такие лайтовенькие, но некоторые прям офигенные. Например, с опоссумом круто. С скатывающимися этими. Камнями. То, что люди на тебя начинают реагировать по-разному, если ты по-разному будешь с ними себя вести. Короче, офигенно. Очень проработанная игра, но у меня всё равно нету никакого желания в неё играть. Потому что, как-то, мне кажется, будет мне именно скучновато. Огромное спасибо кинг-гему за контент. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, если интересуются ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok